У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Зиты. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Зиты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех присутствующих в этой комнате. Благодарю за эту встречу. Называйте меня, пожалуйста, Эрик. Эрик. Эрик, вы куратор или учитель Зиты? Куратор. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. У нее остались 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да. И я постараюсь соединить духовные и земные аспекты и ответить так, чтобы мои вопросы и ответы на них были понятны. Я благодарю вас, Эрик. Начиная с первого вопроса. Откуда моя душа? Твоя душа ангельская, восьмого ангельского уровня. И мы приветствуем пристелье ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам, Эрик. Благодарю за этот прием. Идем дальше. Второй вопрос. С какой целью моя душа пришла в этот мир? Земля — это колыбель человечества. Ангельские души приходят на Землю для получения чувствительности. С чувствительностью ангельские души дарят свою энергию, свет и добро в правильном направлении. Учатся находить в темноте свет, идти на него. После этого ангельские души приходят к более высокой осознанности. Души с более высокой осознанностью сами светят и несут свой свет. Так ангелы видят один другого в темноте матрицы Земли. Одни идут на свет, другие излучают. Чем выше уровень души, тем выше уровень осознанности. Именно для этого ангельские души приходят на Землю. Учатся находить свет во тьме и светить другим. И дарить свет, доброту, любовь и тепло. Повышая свою осознанность и идя путем добра и любви. Именно за этим твоя душа здесь. Находить правильный путь. Жить по душе, дарить добро. Не быть алчной. Жить, отдавая. И не ждать ничего взамен. Ангельские души, как я уже сказал, увидят свет друг друга. И смогут помочь друг другу. Благодарю. Благодарю вас, Эрик, за этот развернутый и очень интересный ответ. Третий вопрос. Мое последнее воплощение на Земле. Я полагаю, она хочет попросить вас рассказать о ее последнем воплощении на Земле. Я буду смотреть твое воплощение, так как я не был и не курировал твою частицу в этом воплощении. На планете Земля. Это было женское воплощение. Какая страна, какие года, чем занималась. Такие основные моменты. Такие запад, почему-то так его называли. Это прерии. Ковбои. Женское воплощение с оружием в руках. Как я вижу это воплощение. Небольшая деревня. Длинные одежды. Юбки. Сапоги. Ты защищаешь своих детей. Верни одного ребенка. Семи лет. Ты загоняешь его собой. У тебя в руках оружие. Твой дом находится в отдаленности. По деревне. У тебя есть муж. Он ездит на коне. Иногда он уезжает в поисках золота. Оставляя вас двоих. Что вы хотите услышать о этой жизни? Наверное, последний вопрос. Какой опыт она взяла из того воплощения и сколько она прожила? Опыт защиты. Защита и ответственности. Отлично. Тревога. Было много тревоги. Поэтому и назывался Дикий Запад. Какой вопрос еще был? До какого возраста она дожила в том воплощении? 54 года умерла от лихорадки. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый Эрик. Здесь все понятно. Можем продолжать дальше? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Четвертый. Правильно ли я выполняю свое предназначение в настоящем воплощении? Это не вопрос ко мне. Этот вопрос ты должна задать своей душе. В чем твое предназначение? Я ответил. То, что ты сделал, ты должна не искать снаружи, не спрашивать вопросов куратора, ангела-хранителя, учителей и того, кто находится извне. Этот вопрос внутренний к твоей глубине, к твоей душе, к самой, к себе. Что тебе кажется правильным, а что неправильным? Все твои ответы у тебя внутри. Это твоя душа чувствует. Это твоя душа знает правильность и неправильность твоих поступок и реакций. Правильно это там, где душа спокойно и идет своим путем, может быть трудным. Неправильно это, где вмешана алчность вместе с благородными намерениями тебе решать и тебе чистить свою жизнь от правды и лжи. Правильно или неправильно, это не я судья и не мне отвечать на этот вопрос. Я лишь могу слышать тебя направлять и указывать моими знаками направление то, которое правильно для души, которое чисто для души, чтобы не запятнать и не замарать душу. Все, что касается души и продвижения в жизни, должно быть связано. Тогда душа будет чиста, тогда будут встречаться те, кто встанет рядом с этой душой, и дорога будет легче вместе с другими чистыми душами. Не бывает так, что душа чиста и не может найти свой путь. Чистая душа всегда увидит свет. Именно поэтому на этот вопрос ты должна ответить сама себе, если ты хочешь, Витя. Загляни вглубь себя и спроси у души, какие поступки были правильны, какие поступки были честны, какие поступки были ради выгоды, а какие были по душе. Именно твоя задача проработать свое прошлое, чтобы твое будущее было светлым и чистым. Именно так я отвечу на этот вопрос. Я благодарю вас, уважаемый Эрик, за этот развернутый ответ. Пятый вопрос. Что мешает моему духовному развитию? Страхи, блоки, скопленные реакции, в которых ты погрязла, от которых нужно избавиться, проработать их. И как я уже сказал, идти дальше, по душе светить. Свет притягивает свет. Честность – это главное, что должно присутствовать в тебе. Честность самой себе. Я закончу. Я благодарю вас. Следующий вопрос, шестой. Какой кармический урок я проходил со своими родителями? Я могу сказать по этому поводу. Урок был в обе стороны. Родители учились. Ты учила их. Они учили тебя. Это то, что вам нужно было им для прохождения своих определенных блоков. Выполненные не были или нет, не мне решать. Тебе же нужно было, чтобы твой дух возрос. И укрепился. Благодарю. Благодарю я вас. Следующий вопрос, седьмой. Какова моя структура, чтобы я могла ее визуализировать? Я могу предположить, что мы имеем дело со структурой души, светом, формой, свечением. Именно так я отвечу. Ангельский свет, он ярок. Насколько он ярок, зависит от тебя, от твоей внутренней чистоты и внутреннего намерения. Как я уже сказал выше, вмешано ли туда эгоизм, эгоистический настрой, алчность и выгода. Ангельский свет будет очень мал. Он будет заляпан этими чувствами. Если же душа чиста, ее намерение чисто. Свет идет из глубины души, его видно. Как ты его увидишь? Только визуализацией. Главное тебе – это чувствительность. Ты сможешь прочувствовать этот свет. Визуализировать ты можешь теплый белый свет, расходящийся из тебя в разные стороны. Но сперва это небольшой, я бы сказал, кристалл, вытянутый как ромб, светлый. Он может иметь разную форму, вытягиваясь вверх и вниз, сужаясь в шар. Но больше это вытянутый ромбик, наполняющий все энергетические чакры. Когда они не засорены и открыты, эти энергии выходят вокруг тебя, как лучи белой, теплой энергией, привлекая другие души, которые видят этот свет, понимают его интуитивно. Именно так ты можешь представлять структуру ангельской души. Белый, теплый свет внутри тебя, которым ты можешь наполняться, излечаться, а также защищаться. Для защиты этот свет становится более жестким и холодным. Это полностью зависит от тебя, твоей визуализации, развития и принятия. Душа сама меняется, меняет свет и показывает тебе это чувствами и выходящими лучами. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Нужен ли мне учитель для духовного развития? Дело в том, что среди нас, среди вас, живущих на земле душ, все друг к другу, ученики и учителя. Это лишь только надо видеть и понимать ситуацию, анализировать ее и выбирать корень, центр, зерно. Для чего дана была ситуация? Для чего вы ее приняли? Где сделали ошибку? Где можно было свернуть? Пойти правильно? Увидеть знаки или втянуться по каким-то, как я уже говорил, алчным причинам, потом сожалеть или жалеть себя? Я думаю, этот ответ укажет разницу между твердым стержнем, несворачивающим с пути, и мягким стержнем, который принимает меркантильность матрицы Земли и уступает для своего комфорта. Душа четко понимает, где ей нужна помощь, где ей нужно увидеть знаки, где ей нужны правильные ответы. Душа ведет. Вот, например, сегодня мы с тобой в этой комнате. Ты услышала правильно, правильно поняла, и ты здесь получаешь следующие ответы на свои вопросы. Поэтому, отвечая на вопрос, учитель, ученик, всегда есть возле вас литература. Если ты будешь слышать правильные знаки, литература будет всплывать вокруг тебя в определенном месте в определенное время. Анализ и контроль и будут твоими учителями. Визуализация и интуиция. Начни с этого. Практики для развития души не помешают. Анализируй их и продвигайся. Душа сама скажет, какие нужны, какие ей неприятны, а какие она уже пережила и выросла. Не останавливайся в развитии. Продолжай чувствовать глубину и обратись внутрь себя, чтобы начать практики. Не ищи извне, как я уже говорил. Слушай свою душу. Любой ответ душа дает вибрациями. Или это вибрации приятные, или это вибрации, которые интуитивно ты чувствуешь неприязнь от принятого или нужно принятого решения. Я говорю о прошлом, настоящем, будущем. Обращаю внимание на то, как душа отвечает тебе на любой следующий шаг. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемый Эрик. Следующий вопрос, девятый. Какие таланты во мне скрыты и что стоит развивать? Мне трудно ответить вопрос, так как я чувствую, что в этом вопросе есть и духовный, и материальный аспект. Я отвечу на духовный аспект, как я уже и говорил выше. Развивай свою душу, но чувствуй ее. Слушай, не забивай решениями мозга. Анализируй и ставь душу выше всего остального решения. Если ты хочешь, чтобы твоя интуиция, твой свет и осознанность жили вперед к развитию. Благодарю. Я благодарю вас. И последний, десятый вопрос. Какой еще совет мог бы мне помочь, о чем я не додумалась спросить? Хорошо. Я напомню, что у ангелов есть крылья. В чистке вы сняли в конце со спины прозрачную конструкцию. Эта конструкция закрывала твои крылья. Сейчас они открыты. Ты можешь расправить их и вздохнуть полной грудью. Стать легкой на подъем. Ты очищена от всей грязи. Твоя душа ангельская активирована. Что тебе нужно? Это гордо нести ее честно, самой к себе, наполненная ангельским энергиями и светом. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Эрик. Вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать стержень ее внутренней, если он еще не активирован, возможно, это был бы самый лучший момент. Именно это я сказал. Душа активирована и готова честно и гордо нести ангельский свет. Отлично. Тогда остался маленький еще нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую знают отлично в ангельском мире. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Эрика. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его визит и просто на добрые воспоминания об этой встрече? Да, конечно, я буду так любезен. Я не могу отказаться от такого волшебного, прекрасного, шикарного подарка. Благодарю вас. Это так весело и радостно. Благодарю вас. Вы внесли свет в мою душу и новые переливающиеся вибрации. Благодарю. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, мешающие им развиваться, открыть эти двери, в которые они уже дальше пойдут сами. Прекрасное приглашение. Я обязательно воспользуюсь им. Благодарим вас. Традиционно говорю, мы не прощаемся. Говорю, до скорых встреч. Возможно, когда-нибудь еще встретимся на определенном этапе. Я не прощаюсь. Мы всегда на связи с ангельским миром. Замечательно. Благодарю вас. Благодарю за встречу. Всего наилучшего, уважаемый Эрик. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Зита, мы закончили встречу с вашим куратором Эриком. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, видимо, да. Я плачу от радости и счастья. Я чувствую свет. И я знаю, что у меня есть крылья. Это так необычно, приятно. А в то же время я как будто всегда знала это. Благодарю вас. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Зиты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она очень трудно синхронизируется. У нее тело как заржавело старыми привычками и реакциями. Ей новые вот эти энергии с трудом она принимает. Биоробот. Привыкла к старым. Да, биоробот. И еще придется дальше работать над своими привычками, над своими реакциями. И всегда помнить об этом в сеансе. Особенно, когда она меняет тон и что говорили интерференты. И избегать этих ситуаций, реагировать по-новому. А правильно реагировать, вообще не реагировать. Криком. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...